В эфире программа День города в студии Алены Куколь. Вам здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Культуру в массы. В Рязани обсудили доступность учреждений культуры для жителей малых городов. Езда по встречке через две сплошные. В городе участились случаи грубого нарушения правил дорожного движения. И сегодня отмечают Международный день медицинской сестры. В пятницу Рязань посетил министр культуры страны Владимир Мединский. Областной центр стал площадкой для проведения координационного совета по культуре. Доступность учреждений культуры для жителей малых городов и сельской местности стала основным поводом для встречи. 12 мая прошел координационный совет по культуре и начал сам в прямом смысле с высоких нот. Выставка, которая открылась в Рязанской филармонии, была посвящена российским усадьбам и проходила под аккомпанемент арфы, скрипки и гитары. На стендах были представлены 15 субъектов Российской Федерации с 16 историями о великих людях страны, информация о жизни которых теперь хранится в том числе в стенах их усадеб. Надо сказать, что на территории Рязанской области тоже присутствуют уникальнейшие усадьбы, они здесь представлены. Что касается крупных городов, сейчас идет активная работа по строительству и запуску в эксплуатацию больших культурных досуговых центров современного образца. Несколько крупных проектов уже успешно работают. Министр культуры Российской Федерации пояснил, что в малых городах программа будет реализовываться иначе. Тема, которая обсуждается сегодня, она тема актуальна для всех регионов России, потому что Россия это страна-провинция, страна необъятная. И понимаю, что с одной стороны мы, конечно, гордимся нашими главными, любимыми федеральными учреждениями культуры, театрами, музеями, но задача Министерства культуры это развитие культуры по всей стране. Поэтому новый подход к созданию сельских ДК, к строительству, модернизации и самое главное к наполнению, это как раз тема сегодняшнего совещания. Министерство обещало нам поддержку всяческую, потому что действительно сейчас на подъеме эта работа, последние совершенно несколько лет, когда мы видим, все видим причем в каждом регионе, что к культуре отношения поменялось, что действительно финансирование появилось, что строятся и ремонтируются дома культуры, что все идет в глубинку нашу, что люди могут теперь получать вот эти культурные услуги, приобщаться к культуре, организовать свой досуг в стационарных линиях, в каких-то передвижных форумах, но тем не менее это идет. Следующим этапом станет координационный совет по туризму, и если представители всех регионов также лаконично смогут донести до своих жителей информацию о других городах, внутренний туризм, возможно, станет одним из любимых занятий россиян. Вот чем может поделиться Самарская область. Музейные экспозиции связаны и с революцией, и особенно с Великой Отечественной войной, поскольку Самара Куйбыша была запасной столицей. И с этим связано достаточно много. Бункер Сталина, и такие объекты у нас существуют. Скажу, что у нас один из трех городов, где 7 ноября 1941 года был парад. Москва, Самара и Воронеж. Самарий был самый крупный. Тот опыт, которым делятся собравшиеся в эти дни, неоценим для развития культуры и туризма в регионах, а также повышения качества жизни граждан и сохранения исторического наследия. Езда по встречке и через две сплошные. В Рязани участились случаи грубого нарушения правил дорожного движения. В соцсетях набирают обороты видео с регистраторов, которые застали водителей на месте преступлений. На одном из них, на площади театральной, нетерпеливый маршрутчик решил объехать стоящие впереди его машины по встречной полосе движения. Сразу же за ним проследовал автомобиль ГИБДД. Мгновенная карма. Так назвали ролик авторы видео. Грубые нарушения зафиксировали и на Первомайском проспекте. Видно, как внедорожник с красивыми номерами выезжал со второстепенной дороги на проспект, сразу же перестроился и приступил к развороту через две сплошные. Автор этого ролика нецензурно выругался и вслух пообещал выложить видео в интернет. В Рязани продолжают оформлять клумбы. Сегодня на площади Ленина высаживали кустарники, сортовые шиповники и различные многолетники, которые будут свести с начала лета и до конца осени. У старых торговых рядов появится большая зеленая зона, полностью состоящая из цветущих многолетних растений и устойчивых городской среде кустарников. Проект «Солнечный город» подразумевает цветам голубого ясного неба и желтого яркого солнца. По замыслу дизайнеров, новые растения будут не только удачно сочетаться с архитектурой торговых рядов, но и цвести в непростых городских условиях. Стоит отметить, что высаженные в прошлом году розы у торговых рядов на противоположной стороне успешно пережили зиму и тоже порадуют этим летом рязанцев. Специалисты более 10 стран мира стали участниками первого международного экологического форума «Здоровая окружающая среда. Основы безопасности регионов», который проводится сразу на нескольких площадках Рязани. Среди стран участниц – Швейцария, Португалия, Грузия, Болгария, Индия, Узбекистан и другие. Здоровье, туризм и безопасность – на первый взгляд это абсолютно разные сферы, однако все они входят в круг интересов современных экологов. На этой неделе наш город стал настоящей столицей передовой экологической мысли. Своими разработками с коллегами поделились более 100 ученых из 10 стран мира, среди которых Швейцария, Португалия и Тунис. Беседы и научные доклады прозвучали в рамках первого международного экологического форума «Здоровая окружающая среда – основа безопасности регионов». Для его проведения Рязань была выбрана не случайно. Рязанская земля еще с конца 80-х годов славна своими традициями экологических акций, экологических дел и экологическими походами, экспедициями. Это были знаменитые канадско-российские походы, которые длились на протяжении 7 лет. Особым гостем форума стал португалец Пауло Морейро, доктор и член Европейской ассоциации по управлению здравоохранением. В своих научных работах он старается объединить экологический и медицинский туризм. Вместо обычных больниц ученые предлагают делать интегративные центры – экоздания, где можно получить не только медицинскую помощь, но и пройти по экотропе, увидеть разные виды птиц, насладиться пейзажами нетронутой природы. В России развиваются уже профилактические центры, то есть есть опыт этот. И у нас очень много природных заповедников, которые тоже могли бы быть использованы для того, чтобы на территории их, например, ну не заповедники, национальный парк, скорее, в заповедниках это не позволили сделать, где могли бы создаваться вот такие курорты. И вот на то, что он обратил сегодня внимание, что у нас большая площадь покрыта лесами, и лесами, в которых живут медведи. Он еще раз переспросил, а точно ли можно увидеть медведя. То есть в отличие от Европы, которая сильно была изменена в результате деятельности человека, у нас остались нетронутые участки. Пауло Гомес отметил, что Рязанская область идеально подходит для реализации туризма с заботой о собственном здоровье. Другим гостем форума стал Олег Барсук. Он опубликовал свыше 300 научных статей и заметок. Три книги, около 150 научно-популярных статей. Сейчас основное внимание Олег Барсук уделяет изучению аврабов. Ученый уверен, что этот неказистый элемент ландшафта можно превратить в шедевр и украшение города. По словам ученого, овраг можно превратить в автомобильные дороги и зоны отдыха. Этой технологией уже пользовались наши предки. Дворянские усадьбы украшали прекрасные парки. К сожалению, технология террасирования склонов и использования стержневых корней деревьев, которые способны сделать из обычного парка местную достопримечательность, сегодня почти забыты. Их восстановление – отдельная сфера экологии. Таким образом, мировой опыт реально применить в условиях Рязани. Надеемся, что скоро он порадует нас новыми яркими проектами. К экологическим проблемам оказались неравнодушные сотрудники МЧС. Они убирали сегодня мусор. Спасатели очистили берег Аки в зоне лесопарка. В акции «Чистый берег» также приняли участие студенты колледжа имени Комарова. Сегодня мы планируем убрать около километра. Но, опять же, повторюсь, это наиболее посещаемое место в черте города Рязани. Поэтому здесь скапливается наибольшее количество мусора. Мусор собрать очень важно, поскольку на берегу мы нашли очень много мусора. Мы буквально вынесли там части холодильника, оставляют части от машин. Мусора очень много, не только на берегу, но и по всей территории. Такие мероприятия проводятся два раза в год – к началу купального сезона после половозья и в завершении осенью. Ее целью является не только очистка берега от бытового мусора, но и привлечение внимания жителей города к экологической культуре. Чуткость и внимательность их профессиональные навыки – сегодня Международный день медицинских сестер. Впервые идея празднования была высказана в 1953 году, но отмечать этот день стали гораздо позже – 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы сестер милосердия. Так какие же о нем современные медицинские сестры, расскажет Галина Ершова. Здравствуйте, меня зовут Анна Сергеевна, я дежурная медсестра, которую буду проводить внутривенную инъекцию. Пожалуйста, представьтесь, назовите свое имя, фамилию, отчество, номер палаты и возраст. Внимание к пациентам и полная дезинфекция. Профессия медицинской сестры остается самой востребованной в системе здравоохранения. Без этих волшебниц не может обойтись ни одна больница или поликлиника. 12 мая феи в белых халатах отмечают свой профессиональный праздник – Международный день медицинской сестры. Требования к их навыкам каждый год растут. Делать уколы и ставить капельницы, вести историю болезней и помогать лечащим врачам уже недостаточно. Одна из концепций развития сестринского дела предполагает то, что медицинская сестра в будущем станет специалистом, который планирует собственную деятельность, который может выполнять независимые сестринские вмешательства, и является специалистом не только как помощником врача, но и самостоятельным специалистом. Анастасия Пракунина с детства мечтала стать медсестрой. Вдохновила девушку ее крестная, которая увлекательно рассказывала истории из собственной практики. Мне хочется очень помогать людям, ухаживать за больными, например, облегчать их жизнь после операции, например, после травм. Так как некоторым больным не могут предоставить такой ход родственники, я бы хотела помогать. Сейчас Анастасия учится на первом курсе сестринского дела. Оказалось, что оно скрывает множество нюансов. Нужно знать многочисленные санитарные нормы и действовать четко, чтобы пациент был уверен в эффективности своего лечения. Именно легкость, с которой работают врачи, вдохновила Анну Нжельцову посвятить себя медицине. Я просто часто болела и сталкивалась с этой проблемой очень часто. Я видела саму важность профессии врача и хотела тоже помогать людям. Сейчас девушки готовятся к сдаче экзаменов. Практические навыки они отрабатывают на многочисленных симуляторах. А уже летом им предстоит пройти практику, где их пациентами станут реальные люди. Сейчас мы ненадолго прервемся на рекламу. Не переключайтесь и смотрите во второй части этого выпуска. В Рязани всплеск велосипедных краж. Как не нарваться на фальшивые купюры? И мошенники придумывают новые схемы обмана. В эфире программа «День города» и мы продолжаем выпуск. Снижение числа выявленных фальшивых банкнот свидетельствует как о повышении степени их защиты, так и об активной работе спецслужб, выявляющих такие купюры. Однако риск нарваться на подделку все равно остается. Обнаружение поддельных денег может стать полной неожиданностью для человека. Особенно становится страшно, когда фальшивые купюры вдруг обнаруживают, например, кассир в банке или продавец в магазине. Ситуация выходит самая неприятная, если человек расплачивается поддельными деньгами без умысла. Многие люди теряются в таких обстоятельствах и не знают, что делать. Если у вас в кошельке обнаружилась фальшивая купюра или просто закралось такое подозрение, ни в коем случае не пытайтесь целенаправленно ее расплатиться, так как в таком случае вы сознательно становитесь соучастником преступления. Самое логичное, что можно сделать, это сразу же обратиться в ближайшее отделение полиции, постараться вспомнить и в подробностях рассказать, где, когда и при каких обстоятельствах вы стали обладателем поддельной купюры. Также нужно быть готовым к тому, что ненастоящие деньги у вас изымут. Есть и несколько простых правил, соблюдение которых минимизирует шанс нарваться на поддельные деньги. Не разменивайте купюры незнакомым лицам. При продаже автомобиля или недвижимости лучше проверять получаемую наличность в банке. Не покупать валюту и не разменивать валюту незнакомых лиц. Совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам. Снимая деньги с выгонкомата, сохраняйте чеки. Ну и, конечно, необходимо быть внимательнее и при получении денег обращать внимание на детали. Часто фальшивки можно определить даже на ощупь. Когда человек берет в руку купюру, уже можно почувствовать, даже если взять обычную купюру, допустим, потрогать и взять обычный лист бумаги А4, то вы сразу почувствуете разницу. То есть бумага будет обладать такими свойствами, неестественными для обычной бумаги нашей. Это первое, что может сыграть сразу же. Она даже обладает таким свойством, как она шелестит. Визуально можно посмотреть на края купюры, а на углах они обычно уже изношены и видно, как бумага расслаивается. То есть купюра состоит из двух листов. Если это не очевидно, но подозрений есть, то можно попробовать подцепить уголок. И если бумага начнет расслаиваться, то купюра точно поддельная. Также невооруженным глазом можно проверить микроперфорацию. Существуют такие микроотверстия, которые обычно повторяют номер купюры, не номер купюры, а номинал купюры. То есть, допустим, здесь купюра 100 рублей номиналом и здесь пробита микроперфорация 100 рублей. На подделках бумага просто прокалывается. Разница между тем, что сделано на предприятии госзнака и тем, что произведено кустарным способом, очевидна. Как на ощупь, так и на вид. А вот водяные знаки, видимые на просвет и являющиеся защитным элементом, жулики подделывают очень хорошо. Они неплохо пропечатываются на обычном принтере. Металлизированные нити также подделываются обычно с помощью обычной фольги, поэтому держатся плохо. И на изношенных купюрах такая подделка хорошо видна. Чтобы вывести другие признаки подделки, нужно уже специальное оборудование. Это может быть микроскоп или приборы, которые с помощью ультрафиолетовых и инфракрасных лучей определяют, что перед вами не настоящие деньги. Фальшивое монетничество – одна из древнейших преступных профессий. Как только появились деньги, так тут же появились люди, которые стали их подделывать. По словам специалистов, сейчас чаще всего подделывают тысячные и пятитысячные купюры. Только за последние три месяца в Рязани было обнаружено 79 фальшивых банкнот. Поэтому будьте внимательнее. Это избавит вас как от финансовых потерь, так и от ненужных хлопот. В Рязани всплеск велосипедных краж. Чем популярнее в городе этот транспорт, тем больше связанных с ним преступлений. В полиции уже больше десятка заявлений о краже. Полицейские призывают владельцев быть бдительнее, ведь вернуть украденный велосипед очень сложно. Чем ближе лето, тем больше рязанцев, которые предпочитают транспорту велосипеды. К сожалению, к двухколесному средству передвижения растет и криминальный интерес. Велосипед весьма ценное и при этом часто небрежно хранимое имущество. Этим упущением и пользуются злоумышленники. Для велосипедиста потери двухколесного друга события довольно неприятные. С начала 2017 года на территории железнодорожного района города Рязани было совершено 16 преступлений, связанных с кражами велосипедов. За последние две недели с началом летнего сезона было совершено 8 преступлений данной категории. В связи с постоянным криминальным интересом к двухколесному виду транспорта полиция призывает владельцев проявить большую бдительность. И дают некоторые советы, как все-таки избежать неприятных ситуаций. Уберечься на самом деле достаточно просто. Надо не оставлять без присмотра велосипеды, не оставлять в подъезде, оставлять либо в квартире, либо в кладовках, в других каких-то помещениях. Также многие сейчас используют защитные тросики, и это ни в коем случае не гарантирует безопасность. Есть масса приспособлений, которыми перекусывают данные тросики и похищают велосипеды. Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Они различаются по толщине. Самый толстый трос перекусить гораздо сложнее. Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. При кодовом замке не используется ключ. Кажется, что это ненадежно, ведь комбинацию можно попросту подобрать. Но для этого нужно сидеть в абсолютной тишине и щелкать каждую цифру. Для того, чтобы быть уверенным, что ваш велосипед не украдут, нужно использовать минимум две противоугонки. Одной противоугонкой мы закрепляем заднее колесо непосредственно на раму. А второй мы прикрепляем переднее колесо к раме. Пристегивать нужно сразу несколько элементов. Потому что многие крепления на велосипеде съемные. И за несколько минут можно лишиться переднего или заднего колеса. Также следует хранить документы, полученные в магазине при покупке велосипеда. Если их по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы. Обычно он выбит снизу. Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком. Только забота о своем двухколесном друге поможет вам уберечь его. Мошенники слова знакомы каждому. И кажется, что попасть на их удочку невозможно. Однако в полицию ежемесячно поступает более двухсот заявлений от пострадавших. Злоумышленники регулярно придумывают новые схемы обмана. Но все их можно разделить на три большие группы. О них знает Галина Ершова. Мошенники слова знакомы каждому. И кажется, что попасть на их удочку невозможно. Однако в полицию ежемесячно поступает более двухсот заявлений от пострадавших. Злоумышленники регулярно придумывают новые схемы обмана. Но все их можно разделить на три большие группы. К первой относится мобильное мошенничество. Человеку поступает на мобильный телефон, поступает смс или поступает звонок о том, что их близкий родственник попал в ДТП. Задача мошенников – заставить вас действовать эмоционально, а значит необдуманно. Заранее они выясняют личные данные, в разговоре обращаются по имени и втираются в доверие. Поэтому, если вас просят срочно перечислить деньги на неизвестный номер, не действуйте сразу. Положите трубку и перезвоните родным. Обратитесь в полицию. Также нередко мошенники ходят по домам, представляясь социальными работниками или техническими специалистами, такими как ТЭС и ТСЖ. Один отвлекает гражданина при заполнении каких-нибудь анкет, заявлений, а второй в это время изымает в квартире какие-то личные ценности граждан. Ну и третий способ, когда на сайте человек заказывает какой-нибудь товар, мошенник перезванивает ему, узнает как можно больше информации, тем самым узнает персональные данные. Сотрудники полиции регулярно проводят профилактические мероприятия, напоминая гражданам о том, что преступление проще предотвратить, чем раскрыть. Простое внимание сохранить в целости и сохранности ваши нервы, время и кошелек. День работников охранно-конвойной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации или, как его еще называют, День конвоира отмечается в России ежегодно 13 мая. Сегодня в Рязани состоялось торжественное собрание, посвященное 79-му образованию охранно-конвойных подразделений. Конвойная стража – явление не новое, она появилась еще при Петре I. Тогда каждая этапная команда состояла из офицера, двух унтер-офицеров, барабанщика и 25 рядовых. Ежегодно они сопровождали до 350 тысяч арестантов, для чего выделялись дополнительные силы из армейских частей. 20 января 1886 года по повелению императора Александра III было предписано сформировать в течение года 567 охранных команд, включение новых состав, имеющихся уже в этом времени. Но официальной точкой отсчета для них стала 13 мая 1938 года. Современные изоляторы временного содержания действуют более чем в двух тысячах подразделений системы внутренних дел. В них работают десятки тысяч сотрудников. Они выполняют две важные функции – это защита граждан от тех, кто преступил закон, и в то же время обеспечение прав граждан, взятых под стражу. Отдельный флаг благодарности хотелось бы высказать ветеранам, которые посвятили всю свою сознательную жизнь этой службе. Пожелать счастья, добра, семейного благополучия. На этом у меня все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Завтра подведем итоги этой недели. А пока – хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова